сказали надо короче почистить для просмотра для осмотра какой-то резиновой щеткой мы люди не гордые нам это не сложно в принципе все сделать только по кузову не кафи лозит сильно тачка но gtr отправляется на на день раньше чем мы жалко щетка нелепая короче кузов не будут и увозить пускай так осматривает правильно что я думаю да протока без ланча заезжай и 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 едем сочи ну как едем я еду сам а это кстати же не на квартира это мой надувной матрас на котором я пока что живу в москве это мой уголок там коньки вообще хочется сказать огромное спасибо жени который позвал меня жить к себе в Москве. Поэтому пока временно я у него. И огромное спасибо Паше и вообще всем московским ребятам, которые мне помогают. Но москвичи всё равно в большинстве случаев очень странный народ. Но, как оказалось, пацаны, которые умеют дружить, всё-таки есть. Отрадная. А это Рома Слойко. У него СЛК кабриолет. Брат, давай без крыши поедем. Да ты что, гонишь вода? Ну и что? Привет. Ты подстригся, тебе так больно. Подожди, рюкзак давай тоже кинь. Ты видишь, убрался специально. Да, это ради меня, Си? Да. Вот красавчик. Это трансфер в аэропорт, я понимаю. Ладно, расскажи про свою тачку. Чё про неё рассказывать? Обычный Мерседес. Самый простой. Просто крыша открывается. Ну и как? Тебе нравится в ней? Мне очень. Я на самом деле был у меня как-то денёк, когда я на ней ездил. Если честно, нормальная тачка для города. Ну, если ты, конечно, сам ездишь на ней и никого не катаешь. Даже я на ней нормально помечтялся. Да нет, пока что это на самом деле достаточно большое. Ну вот на хоккей не съездишь, например. Вот, вот такая тебе тачка нужна. Слушай, мы хотели такую купить. СССР мне кажется прям твоё, раз ты фанат кабриолетов таких гейских, то СССР прям она более пацанская. СССР как раз не гейский. Ну да, я же говорю, более пацанский. Потому что СССР, ну такой, понял? Слушай, это второе СССР, понимаешь? Еще и второе. Ну ты сейчас ситуацию не улучшила, я тебе скажу. Слушай. Сколько тут терминалов, брата? Штук шесть, наверное. Знаешь, сколько в Ростове терминалов? Один. Один. В Сочи еду, брат. В Москва, не Сочи. В Сочи еду. Знаешь, сколько градусов сейчас в Сочи? Не хочу знать. 18. Мне кажется, что... Что, в Сочи летишь, брат? Конечно. В Сочинске. Короче, мы летим в Бахо-Сочинске. Это Бахо. Раз в 20 приезжаешь. И у него GTR-2, правильно? Да. Он меня вытащил в Сочин, чтобы я поснимал ему машину. Красивые ролики. Ну, а свет дать. Вообще, брат, я не блогер. Вот ты сейчас на меня не смотришь, думаешь, я блогер? Ну, мы начинающие, да, конечно. Да, мои господа. Мы прибываем в аэропорт в Сочи через 25 минут. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Г raison! Ай-яй-яй! Ай-яй-яй-яй, какой он грязный! Какая он московская грязь. Московская грязь, лечебная, заваленный ГТАР. Кто сказал, что это не семейный автомобиль. Всем прием-прием! мы находимся в Nissan GT-R. Держи, передаю кадр, передаю кадр. Если что, бахай, оператор. Вы находитесь на канале Козлов Мувис. Также у нас есть свой телеграм-канал, где мы даем прогнозы на ставки на спорт, Way2M2. Мы не будем вам обещать крутые яркие тачки и миллионные выигрыши. У нас все честно и максимально открыто. Если вы ставите, переходите по ссылке, она в описании под видео. Я первый раз в жизни за рулем GT-R. И это очень интересная тачка. У нее рулежка нереальная. Но динамика понятна, но рулежка. Короче, Виталя все штрафы собрал, которые может быть. Там камер куча похода. Я оттормаживался под всякую поставку. Нормально, сейчас 63-е вот едут всякие. Ничего не могу едут. Звук как у Камри на выходном, я понял? Камри 3.5. Италия решила в 108 скорость шашки играть. Двигает в пространстве, жесть. Мне идет, братан? Да, типа летит, братан. Тут, кстати, очень удобно. Очень удобно. Очень удобно. Вот тут чувствуется, понял? Вот не немецкий характер, а вот японский. Вот что-то другое. Хотя тоже машина, 4 колеса. Такие же моторы. Ну, блин, у нас вообще под другие эмоции. 3.8 мотор всего. Да, ну эмоции вообще. И то, что шумно в салоне, это даже прикольно. У него надув бешеный просто. Он именно на верхах начинает бешеное ехать. За свои бабки это крутая тачка. Ее бомжную можно купить в миллионы за три, и, мне кажется, быстрее ничего не будет за три миллиона. Контент. Брат, как ты тут девочек катаешься? И тебя сразу, да, это самое? А я девочек не катаю, я никого не катаю. Я себя люблю, сам себя катаю. Да, правильно. Сколько ты максимум на ней ехал? 330. Жесть. Страшно? Ну, не особо чувствуется. Да, но комфортно ехал. Комфортно, 330, прям комфортно. Я максимум ехал 345. М3 с В10. Понял, свапнутый мотор от М5, от М6, Е63 с В10. Мы ехали вот здесь, в Адлеве, 340-345. Просто жесть. Бля, где вы дорогу такую нашли? Мимо Олимпийского парка, хватило ее разогнаться. На Геттере 200 это не скорость, короче. 200 у нее крейсерская скорость, которая вот комфортная. Золотая середина. Очень круто в зеркале смотреть на спойлер, который нам показал. Прям ты едешь и понимаешь, что у тебя спортивная тачка, понял? Чисто скамейка задержана, семки погрызнет. Все, я уже все Сочи проехал. Подожди, туши, давай навигатор включай. Давай, давай, едь, ладно. В общем, это я еще ехал в комфорте. Ну, вообще, все режимы были выключены. И ехал я в комфортной подвеске, и он так рулился. Все, короче, я в детстве, всегда мне было интересно, что это такое. Это все, короче, разные виды меню. Тут вот наддув, температура, охлаждение. Ну, короче, разные виды. И тут можно все расстраивать, его настраивать, любые выводить. Тут куда руль направлен? Тут даже есть где-то время, вот это какая передача включена. Время, короче, жесть тут. Целая компьютерная игра. Но в целом, интересная очень машина. Видел, смотри, X5M почти как у тебя. Только другой. Давай. Снимаешь, брат? Да. Ты бардачок снимаешь? Как ты вообще, брат? Как в танке. Маленьком и узком. Только тут под подушки почему-то горят, видишь? Это химчистку делают. А. Ты стрингер. Почему? Потому что. У меня на тебя компромат есть. Короче, это X5M, слушаешь? Ну только у него банка, айзерман. Айзерман? Да, ну ты шаришь, я просто не BMW-шник. Пайп и все, прошивки тут нет, понял. Только выхлоп. У тебя сшитый X, да? Это чуть другой. Да. Сток. Слушай, ну ты вот как владелец, расскажи, какие проблемы есть у этой машины. Никаких. А, ну теперь как не BMW-шник, можешь ответить? Эта машина для меня идеал. Понял. Мне тут в этой машине, знаешь, что больше всего нравится? Руль. Алькантара? Мне очень нравится, он прям толстый и очень красивый. А если бы гожиный руль был бы, что тебе больше всего в этой машине нравилось бы? Вот ты стрингер, а! Ты BMW-шник, да? Я злоядливый, понимаешь? Ты не объективный, короче, да, парень? Тут не эти, слишком тяжелые слова не говори, я армянин. Я ваш русский не знаю, но все равно 5% скидку делай. Вот я катался на X6M. Да. Только он был не Blackfire Edition, ничего не Performance. Да. И он был неповоротливый. Неповоротливый? Он прям вот неуклюже был. Чтоб ты понимал, X6M лучше дорогу держит, чем X5M. Не знаю, я в смысле на нем реально было скользко, я чуть не разбился. Просто поворот заходил, его, ну короче, он был неуправляемый. Да потому что ты стрингер. Так ответь мне, тут вот то, что он Blackfire Edition, тут есть Performance подвеска? Нет, на технический эти вообще никак не клеят. Ну звука нет, согласись. Стоковый вообще за лук. Согласен. Стоковый плохой, да, ты хотел сказать? Да. У меня просто шоу без матов. Да ладно. Вот, кстати, Каха рассказывал, знаешь, какую тему, что раньше, в древности там где-то, в деревнях, специально люди матерились, чтобы типа злых духов отгонять. Да ладно. Да. Так что видишь такое двоякое. Но это не значит, что можно материться. Не похуй. Стрингера видишь. Давай, пыжи, кепка. Ты в натуре, да, оставь мою. Все, я похож теперь на местного? Нет. Почему? Потому что ты стрингер. Да и стрингер. Знаешь, вот какая мне единственная машина нравится вообще на этой планете? М2. М2. Все, я стрингер? Все равно ты стрингер. Как ты относишься к Audi RS6? Я Audi вообще эти четырехдырочные машины не люблю. Понял тебя. Идет кепка BMW-шника? Нет. Да, голова болит уже от него. Стрингер, блин. Не, ну второй раз он тебя уже не остановит. Нет, нет, свои же. Я с ними закинтался, я поехал до банкомата. Все, сейчас с 98-м тут забраем. Блин, вообще я бы тоже, я ничего сегодня не ел. А ты не пошел, да, на завтрак? Я пришел, я охуя. Я же тебе говорил, там дырявые завтраки. А где 98-м? Вот там в самом конце есть. У тебя справа бак? Да. Вот сюда завезай. 98-м до полного. Это не сан-джики, да? Слушай, знаешь, что я думаю, бро? Что? Потому что у меня номера есть нормальные, багажники, махнуть. Давай. Снимать же будем, потому что они слишком ебаные. Давай, хорошо. Мудр-поездник говорит, ты же себе аж троп поставил. Я говорю, да, они все так сладжат. Я говорю, да. С тыму. И лайфхак рассказал, как полить. Попить-мопить, что взять, попить-мопить. Лимонад хочу. Тетю грушу. Что будешь пить? Я капустину проводить. А, ты по кофе? Правильно. Говори. Наша задача, мы сегодня снять красивый ролик с этой тачкой. Да, Наня, какую-то тряпку забрал специальную надо. Ну, и ходит, и грязь. Ну, надо, можно купить, я думаю, в этом, на заправке. Вы сейчас зайдите? Да. В обвесе NISMO. Это бампера, юбки, спойлер. Тут стоят какие-то кованые диски американские. Не знаю, что за фирма. Хорошие тормоза, но не керамика. Тормозит он страшно. И он стейдж 2. Тут где-то 650 сил. Динамика страшная, если честно. Он прям, прям подхват у него хорош. Ну, и, конечно, соотношение цены и динамики. Это прям тачка, которая стоит своих бабок. ГТР не супердорогой для суперкара. Он новый, его можно купить миллионов за 7. И за 7 миллионов ни одна тачка так не будет ехать. И Баха, хозяин ГТРа, специально привез его. Специально привез на поезде сюда ГТР, чтобы мы его поснимали. Да? Может, ее намочить надо? Есть лимонад, брат. ГТР с ТХ2, Данель, давай, пошел. Тормозим. Вау, красиво. Вот какая Москва, братан, посмотри, просто. Февраль месяц. Сколько градусов? 20? Коротко, коротко. Все, тормозим. Посмотри, сейчас вот тут будем снимать. Господи, идеально. Можно бесплатно сфотографироваться с настоящим олимпийским факелем. Там... И поскольку 7 февраля будет в случае большой праздник или дневник юбилей открытия олимпийских. Настоящий факел. Скорфилм растил. Да. Смотрите, это техничка. Все, готов? Да. Набери меня. А у технички ковши. Шоу МГГТ. Как кайф набираю, брат. И все, и поехали, я готов. Субтитры сделал DimaTorzok. Брат, смотри, тут эти стыки, 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 стыки. Ай-яй-яй. Стоп. Блин, брат, по-братски. ГТ реально корч-картинг, блин. Это реально. Тут дорога убитая. Перегрузки у него лютые. Ну, это не АМГ, не, блядь, не АМГ. Да, это другая история вообще. Тук-тук-тук-тук, брат, опасно, ё-моё. А-а-а-а, это, брат, поворот, пёт, когда он в поворот нажимает газ. Вон она в натуре картинг, как она рулится. Ё-моё. Когда ещё выпадет возможность посылать? Согласен, согласен, брат. Тормози, тут очень резкий. Офигеть, офигеть, просто жесть. Брат, по-братски, давай, давай коробку. Мы с тобой 100 в поворот влетали, что-то. Это жесть, пожалуйста, давай коробку не будем греть, братан. Вот, тут, 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 брат, я не хочу. Я тебя умоляю, брат, всё-всё-всё-всё, пожалуйста, давай отдохнём, я тебя умоляю. Фу, я аж вспотел, что-то. Вот это, вот для чего эта машина создана. Она, блядь, не создана, чтобы, блядь, на ней, блядь, 40 км в час, блядь, и целовать её, блядь, постоянно ухаживать. И башить её надо. В цвет. По-братски. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ё-моё. Ну ты же пообещал спокойно поехать. Ё-моё. Очень громко. Очень. Вова. Приветики пистолетики. Вова. О, чё сейчас будет? Ты станешь знаменитым, братан, GTR сейчас будет пытаться ехать боком. Стабилизацию полностью выключат. Ё-моё. Ну, неплохо, неплохо. Не, уже скорость большая, не кинет. Надо прям со второй передачи и пошёл. Просто. Если что, он бах, братан. Если что, он бах. Главное, чтобы у него муфта, не от этого... Замолчи. Замолчи. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот это он опасный. Ё-моё. Ё-моё. Там что-то железо вщёлкнуло, правда. Привода, привода. Ну, она домой на поезде в любом случае. Так, баха уже жестит. Смотри, GTR не глохнет, когда откатывается. Если что, он баха. На полном приводе, братан, это... У тебя не получится на первую посадку вот так вот газовать. Ну, понятное дело. Её просто держать в пол и ебать всё. А ты слышал, что железо что-то щёлкало, брат? Мне похуй. Я не похуй. Серьёзно? А что, я езжу с щёлку, братан, уже всё. А, нашла гарантией, да? Ну, нормальная здесь проезжа. Да, брат. Если перед тобой поставили М5 и Е63, что бы ты взял? М5. Почему? Потому что это BMW, это M. Хорошо, а чем она лучше, чем Е63? Тем, что она... Ну, в ней больше ощущений, получается. Блин, вот тут согласен. И она дорогу лучше держит. Ешка, она более жидкая. Ну, вот есть. Вот в чём преимущество BMW, понимаешь? Ну, а ты можешь сказать... Я за ощущения, чтобы, знаешь, ездить и не думать. На 250 тебя кинет или нет? Или твою жопу шатать будет или нет? Ты можешь сказать, что Ешка хуже, чем М5? Да. Ну, блин. Она не может быть хуже. Ладно. Если мне было бы 40 лет, то базару нет. Готов? Сейчас будет быстро. Давай. Не попал. М-ка в твоих руках не едет, понимаешь? Тебе надо за стринг сесть. М-ка не признаёт тебя. Да я просто в передачу не ходил. Она вот реально как М4, только высокая. Вот она едет и рулится прям. Вот мы сейчас будем проходить кольцо. И у неё крен вообще минимальный. Послушай, сейчас зимняя резина. Вот у нас третья передача. Мы проходим кольцо на 70 вообще на спокухе. Ну, то есть, такого крена, что она сейчас перевернётся, нет. Я, братан, в мае передний привод отключу. Плевать на редукторы для нас что-нибудь. Мы снимем очень классное видео. Мне кажется, что мы не снимем. Она просто сломает сразу редукторы и всё. Ну, в конце видео, да. Базару нет. Мне нравится, что BMW-шники ценят машины и уважают их, не мучают. Послушай, она для того и создана, чтобы на ней... А, чтобы передний привод отключать на ***? Ну вот я не блогер, но вот всё, что для блогера контент, для простого человека горе. Да? Вот это про нас с тобой. Я вас блогеров не понимаю. Я сам их блогеров не понимаю, я просто не блогер. Да ты блогер. Да я просто машины снимаю. У меня уже рука болит. Пожди, второй подержу. Вот так. Клип-мейкер. Да, или видео. Видео-мейкер. Стрингер, блин. М2 Competition тоже кайф просто. Ну, это интересно покататься на Competition. По сути, та же М4. Ты знал, что у них разница в весе всего лишь 20 килограмм? Серьезно? Да, потому что М4 вся на карбоне, а М2 Competition вся железная. Блядь. То есть, это вообще одинаковые тачки. Ты откуда вообще это все знаешь? Ты же стрингер. М2, это вообще-то не считается, что это BMW. Понял? М2 это не BMW. А что это? Потому что М2 это М2, у нее нет конкурентов. М2 это М, а у М нету конкурентов. Ты это хотел сказать? Нет, я конкретно про М2 хотел сказать. Ну ладно, это бесполезно, я понял. Какие вопросы в комментариях зайдет хорошая, Мерседес или BMW? Да сколько можно уже это обсуждать, уже надоело. Это всегда будет обсуждаться, братан. Ну вот не хочется это обсуждать, если честно. Блин, вот красиво у вас тут реально. Хочу вот переехать сюда. Переехать. Можно, брат? Только без телки не переезжать, здесь телкой надо приезжать. А почему? Чтобы скучно не было. Блин, в Сочи без телки как приехать? А тут на тени? Ну, вариант, но сейчас зимой, братан, тяжковато. Если только на Красной Поляне. Понял, брат. У меня на самом деле целая история с моей карьерой, с ее вообще связанная с этой тачкой, поэтому она мне по-особому нравится. Было, конечно, круто. И у меня вот только все это начиналось. Смотрел этот дрифт, и я охеревал. Все, я благодарен именно этому кузову. Этой тачке. Она помогла мне сделать шаг в моей карьере. Смотрел этот дрифт. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Продолжение следует...